Знаете ли вы, что есть подтвержденные научные исследования, которые доказывают, занятия спортом положительно влияют на успеваемость. А еще спорт – это выбор смелых и решительных. Он воспитывает настойчивость к достижении цели, ответственности, дисциплину. Уверен руководитель Брестского областного центра Олимпийского резерва по конному спорту Александр Жукович. Именно поэтому конно-спортивная база вот уже который год приглашает школьников, желающих попробовать свои силы в новом для себя качестве. Сегодня на конно-спортивной базе мы проводим день открытых дверей, который венчает, скажем так, или предвосхищает новый учебный год. У нас тоже сентябрь – это время, когда приходят дети, когда они записываются в группы начальной подготовки по видам спорта. У нас в центре культивируются два вида. Это конный спорт, один из видов конного спорта – это преодоление препятствий, олимпийский вид спорта. И второй вид спорта, который есть в центре – это современное пятиборье, которое включает в себя пять видов спорта – плавание, бег, стрельба, фехтование и конный спорт. Пришел я в пятиборье очень случайно. Я пошел гулять в парк с тетей, и там была презентация разных видов спорта. Думал записаться на греблю, но увидел коня, пистолет, и как-то подошел, познакомился со своим тренером. И как-то познакомились, меня пригласили, я пришел на плавание, и меня взяли. Вид спорта сам очень нравится, особенно бег, стрельба. Безусловно, занятия спортом сами по себе являются эффективным способом поддержания здоровья и хорошей физической формы. Но еще ценнее те виды спорта, где человек взаимодействует с животными. Ведь таковых совсем немного. Придя в конный спорт, ребенок получит все плюсы активного физического развития и подготовки. А привязанность к животному даст ему психологическую разгрузку и положительные радостные эмоции. Подготовка детей – это 9-10 лет мы набираем деток. Начальная подготовка идет первого года, второго – обучение. Те дети, которые проходят начальную подготовку, то есть мы тренируем спортивный резерв, дальше проходят, естественно, не все. То есть, если группа набирается 10 человек, из нее хорошо, если 5 дальше пойдет. То есть, уже УТГ, учебно-тренировочные группы, уже другие совершенно нагрузки, совершенно требования другие. Мне нравится работа с детьми, нравится, что они учатся, обучаются, показывают какие-то результаты. Конечно, это очень приятно как тренеру. И, наверное, самый мой лучший результат – это девочка выезжала на республиканские соревнования, выиграла там именно под дети маленькое первое место два года назад. Поэтому, конечно, очень приятно, когда свои дети, свои ученики становятся на пьедестал. Взойти на пьедестал почета – заветная мечта каждого маленького спортсмена и цель – опытного тренера. И подопечным Натальей Шерстюк из школы Олимпийского резерва номер 3 города Бреста по фехтованию. Это удается. Побед и достижений много. Маленькие звездочки зажигаются на небосклоне спортивной славы фехтования на шпагах благодаря мудрому наставничеству и серьезному тренерскому опыту Натальи Михайловны. Ее дети буквально живут фехтованием. И для них это нечто большее, чем просто спорт. С начала каждого учебного года происходит день открытых дверей. То есть родители могут сделать свой выбор для своих деток и отдать их в определенную секцию. Вот у нас сегодня идет плановая тренировка, куда могут прийти родители со своими детками и показать им, объяснить, ну и решить вопрос в качестве оформления ребенка в спортивную секцию. Перед вами сейчас девочки, которые уже являются чемпионками республики, призерами, серебряными, бронзовыми призерами Бреста в республике и участниками международных соревнований. Я уже кандидат в мастер спорта и я очень, ну я, можно сказать, живу фехтованием. Я его очень сильно обожаю. Сам меня привел папа, а так я раньше занималась танцами. На танцах мне было немного неудобно и мне не нравилось его очень. А на фехтовании я более себя уверенно чувствую. Попасть к молодому тренеру Парапире Александру Шеленкову – большая удача для будущих мушкетеров. Изящно владеть этим безопасным в мирное время оружием мастер научит. Ведь в каждого воспитанника он вкладывает свои спортивные умения и навыки. На фехтование я пришел в 10 лет. Здесь я и рос, сейчас я уже тренер. Детей, конечно, очень много, на результат работать очень тяжело, потому что их очень много. Конечно, надо выделять и находить отдельное время. Конечно же, я доволен чем своей работой, потому что я нашел именно ту работу, которая мне нравится. Меня вдохновил этот спорт, этот напор, энергии. Тут координация очень сильно важна. Ловкость, скорость. И главное – верить, что ты победишь, и ты победишь. Каждый из нас падал, но потом поднимался, проигрывал, чтобы вновь побеждать. И в спорте, и в жизни важна вера в победу и свои силы. Именно это заставляет покорять новые вершины и двигаться вперед, несмотря ни на что.